посмотрим какие компоненты современного блочного используют итак мы обсудили что у нас есть блоки без плечевые это блоки перестановки и блоки блоки подстановки с блоки ну и какие-то другие модули которых мы коснемся чуть попозже итак у нас есть наши блоки по блоки что блок делает он переставляет внутри себя блок внутри себя переставляет входы нарисуем три выхода и вот как-то идет перестановка например вот так соответственно в зависимости от того сколько у нас входов и выходов у нас могут быть прямые блоки в прямых блоках количество входов и выходов совпадает блоки расширения когда у нас вот два входа а тут у нас четыре выхода и блоки сжатия когда наоборот у нас выходных больше выходных выходных выходит два и так это прямой блок это блок расширения это блок сжатия ну соответственно прямой блок это просто перестановка то есть мы жестко записываем вот таблицу некую по этой таблице вот вот каким-то образом функцию задаем не важно и всегда у нас вот таким вот образом как-то да переставляются входы и становятся выходами на на сжатии мы тоже задаем некую функцию но у нас в конце должно получиться скажем два выхода вот так вот связали так а вот эти выходы никуда не идут теряются информация этих выходов и блоки с расширением у нас наоборот нужно получить какую-то дополнительную информацию ну тут может быть по-разному ну скажем вот так вот а этот вот вот так вот пойдет ну если больше входов там разно можно их комбинировать ну естественно как мы видим что в прямом блоке у нас совпадает количество входов и выходов тогда у нас мы можем двигаться в прямом блоке у нас жесткая таблица задана естественно что если мы поменяем местами входы и выходы то мы получим обратную обратную нашу функцию но информация не потеряется в блоках сжатие и расширение информация при обращении блока теряется вот если мы как-то то у нас информация вот по этим ветвям при обращении будет потеряна ну и кроме того у нас конфликтуют вот эти ветви как вы видите они они в один вход должны будут переходить то есть информация будет непонятно какую ветвь использовать и расширение точно так же вот у нас опять мы видим что информация тут у нас мы должны какую-то новую информацию откуда взять мы не понимаем тут наоборот информация уменьшается но при этом вот эти ветви конфликтуют друг с другом то есть если на этих входах будет одно и то же значение то конечно все будет работать но если эти значения будут разные то получится конфликт S-блок если P-блок у нас был permutation перестановка то S-блок это подстановка соответственно S-блок может быть не обязательно то есть вот тут у нас функция какая-то которая преобразует набор входных n-бит в набор выходных n-бит m-бит m совсем не должен равняться м мы можем эту функцию делать как с ключом так и без принципиально никто нам не мешает но в современных шифрах внутри S-блока ключ не используется то есть ключ используется как некая внешняя сущность для этих блоков и сейчас используют в основном S-блоки без ключей то есть там вот эта функция преобразования зашита в наш вход то есть мы описываем как мы шифруем алгоритмически ну и в зависимости от того какая это функция будет вот мы можем ее сделать линейной функцией то есть вот эта функция от входов зависит это выходы соответственно это у нас может быть как линейная функция так и нелинейная функция и эту функцию мы естественно можем задать или в виде таблицы или в виде формулы но опять же тут борьба памяти и процессора то есть если у нас таблица то используется интенсивно память в которой эту таблицу храним мы а процессор фактически не используется слабее используется потому что выборки из памяти нужно делать если мы используем функцию то ее нужно каждый раз обсчитывать пользуется процессор а память более экономно используется ну естественно для с блока тоже мы вводим понятие обратимости очевидно что если с блок обратим тогда у нас n равно m ну естественно обратно это неверно то есть из того что n равно m отнюдь не следует обратимость с блоком ну и дополнительные операции которые мы используем а а вот они дополнительные операции исключающие или дополнение инверсия циклический сдвиг замена разбиение объединения а а вот это у нас исключающие или ну от обычного плюса отличается тем что если у нас просто а плюс b то есть или то у нас получается таблица вот такая как видите когда две одинаковых то исключающим или потому и исключающие появляется ноль операции исключающие или тут у нас прописано действующие на один бит то есть побитная информация естественно в процессорах побитого каждый бит по очереди обрабатывать смысла нет биты обрабатываются параллельно и у нас в зависимости от длины слова процессора могут быть шестнадцати битные шестнадцать тридцать два четыре восемь бит то есть разные операции исключающего или задействующие разное количество бит дополнение ну или инверсия у нас таблица а и получается 0 1 1 0 инвертируем каждый бит ну ну для одного входа конечно смысла нет циклический сдвиг ну циклический сдвиг фактически соответствует умножение на 2 2 в некой в некой катой степени или деление на 2 в катой степени то есть 2 в минус к умножение вот вот у нас некий некое число и мы можем делать циклический сдвиг направо и налево направо у нас число уходит отсюда и передвигается сюда а то есть просто сдвиг у нас это умножение на 2к а циклический сдвиг у нас то что еще мы выкинули тут переместилось сюда а значит направо это у нас как деление делает налево как умножение и по кругу вот так вот движется ну и замена это просто вариант циклического сдвига когда у нас разбивается число на 2 части и результат имеет следующий вид так вот поменять местами фактически обе части ну естественно это делается когда n четное впрочем n для оптимизации расчетов привязывается к разрядности процессора но по крайней мере сейчас обычно слова процессора они имеют размерность 2 в некой степени и логично что это четное число ну разбиение это понятно что мы когда имеем полное слово мы разбиваем его в середине и получаем два разных слова по н пополам и н пополам мы можем эти два слова обрабатывать независимо это свои операции ну и потом мы делаем операцию объединения и превращаем опять же в н битное слово но тут у нас операции f1 а тут операции f2 то есть с каждой половинкой мы выполняем свои операции операции н в кроме он трат все им